Друзья, сегодня мы проходим первый акт «Привет соседа». Мы пропустили некоторые части, потому что у меня почему-то отрубилась запись. Поэтому вот, мы сейчас в первом акте, дом тут достаточно маленький у соседа. И, по-моему, даже у меня чуть побольше, ну, по высоте. А по размерам, мне кажется, у соседа. В общем, как я обычно прохожу. Я вот так беру две коробочки. И идут к соседу. Не обязательно и вам, конечно, так делать, но я, и лично я так делаю. Теперь нам нужно вот сюда. Сейчас узнаете, для чего нам надо две коробочки. Одна нам нужна, чтобы ее вот сюда поставить. Нас заметил сосед. Он может нас поймать. Все, не поймает. Так, прыгаем туда. Идем сюда. Разбиваем окно. Тут дверь закрыта. Так что мы снимаем вот эту картину. Вот у нас тут проход. Вот сюда никак, кроме как этого окна, попасть нельзя. Я не хочу это открывать. Я хочу, чтобы ко второму этажу имел доступ только я. Этот сосед глупый. Так. Вот. Открываем эту дверь для того, чтобы было удобнее через нее ходить. Начинаем было удобнее тут ходить. Берем ключ от машины соседа. Перепрыгаем. Сосед! Так, сосед, пофиг. Типа, мы уже там руки сквожу свои. Открываем багажник соседа. Держи. Сосед лох. Что-то стоит, там ищет меня. Бегений. Бегений. Так, а запись идет? Все, отлично. Так, он осматривается там. Все, он нас уже вряд ли тронет. Открываем багажник и забираем магнит. Он нам сейчас понадобится. Заходим к этому окошку. И притягиваем нужную вещь. Лом нам не нужен. Лом нам не нужен. Ну, он где-то рядом. А вот отмычка нам уже пригодится. Все, магнит нам уже тоже не нужен. Ага, он на улице. О-о-о-о-о. Все запасно. Он где-то рядом опять. Где-то рядом бегает. Ладно, выходим. Влезаем. Сюда. Берем гаечный ключ. А, он зарядку там делает. Все, он нас уже не тронет. Идем, откроем лестницу, чтобы попасть на второй этаж. Все. Мы, считай, прошли... Дошли до подвала. Вот ключ этот красный. Который открывает сам подвал. А тут мы уже были. Вот, у нас уже окно разбитое. Удом не так ходить. Так, соседа там нет. А то вот есть сосед. Блин, я не успел. Но, слава богу, что он не отбирает тут вещи. Что он там делает? Он решил поделать зарядку прям около двери подвала. Не, ну гениально же. Вот наш домик. Реально, по высоте... Хотя, не знаю, по высоте все-таки... Дом соседа, мне кажется, больше. Наш дом, наконец-таки, все-таки оправдывает свое состояние. Потому что, если мы посмотрим на дома из предыдущих частей. Вот, допустим, при Альфа. В при Альфе у нас вообще только один этаж был доступен. Одна комнатка всего. В первой Альфе то же самое. Во второй Альфе только первый этаж. Да и то там мало всего было. Второй этаж, конечно, был. Но туда нельзя было попасть. В третьей Альфе то же самое. Четвертый там вообще дом, как у наших соседей других. Все, мы в подвале. Куда сейчас... Где был сосед, я не знаю. Мы попали в подвал. Вот он, подвал. С виду обычный подвал, да. Ну, вот так. Откройся. Теперь надо сюда. Сосед в этом подвале есть. Я его много раз видел. Но, вряд ли мы его увидим. Потому что... Я когда перестал его видеть, подумал, что его здесь вообще нет. Но, потом я как-то его увидел и понял, что он здесь все-таки есть. Но мы просто не попадаемся ему на глаза. Выключаем электричество. Выключаем электричество, говорю. И бежим открывать важную, важную дверцу. Дверца, которая приведет нас ко второму акту. Сиди, вот тут, по-моему, как раз таки самый второй акт. Правда, когда мы находимся во втором акте, мы не видим всего этого. Мы не видим того самого подвала из первого акта. Сосед уже где-то ходит, бродит, чтобы включить обратное электричество. А мы идем как раз таки к той самой двери, которая приведет нас ко второму акту. Где сосед ходит, я так и не знаю. Максимально видел его, как он идет включать электричество. Ждем, пока сосед включит электричество. Все, сосед включил электричество. Теперь мы открываем эту решетку. Блин, откройся. Заходим. У нас тут поджидает сосед. Мы от него должны убегать. Убегаем, убегаем. Беги! У меня просто планшет. Куда? Стой! Ой, блин, беги! Беги! Господи, у меня такой тупой планшет, я его уже ненавижу. Поэтому я и коплю деньги, чтобы на новый купить. Чтобы на новый купить. Вот это сама дверь, где по предположениям находится запертый сын соседа. Ну, в общем, второй акт будет завтра. Ну, может не завтра. Хотя, не знаю, короче. Нет, мы пройдем полностью соседа. Хотя, не знаю, может не успеем. Ладно, давайте тогда первый, второй акт. А завтра я постараюсь пройти третий и финальный. У нас дверь закрыта. И нам его откроет сын соседа. Вот он. Он открыл нам дверь. Все. Мы можем убегать. Как по мне, акт 2 очень сложный акт. Все. Мы сейчас выбежем на улицу. Наконец-таки. Свобода. Ну. Мы вылезли из подвала. Сейчас нам нужно вымарить соседа из дома. Потому что в его дом нам очень сильно надо попасть. Это тот самый дом из первого акта. Он меня заметил. Беги. Только этот дом уже со многими другими технологиями. Много всего всякого. И в отличие от основного сюжета соседа, где нам надо попасть в подвал у соседа, в этом акте нам нужно наоборот, сбежать от соседа. Вот дверца, калитка. Она закрыта. Красный ключ. Одно из самых сложных, то есть получение гаечного ключа, у нас уже все. Потому что, как бы, гаечный ключ достаточно сложно забрать. Так, я открыл, значит, эту лестницу. Сейчас нам нужно включить все рычажки. Так, вот. Значит, тут находится второй рычажок. Мы один... Тут еще и сосед гуляет. Мы один, когда были в доме, мы включили. Между тем... Перед тем, как забрать гаечный ключ, мы один включили. Вот второй. Второй. Теперь остался третий. Вообще, я раньше мог сбежать вот так. Это читерски. И во-вторых, я еще и не долетел. Вот он, третий краник. Напор воды выбил вентиль. Вентиль нам пригодится. Сейчас мы должны будем слить воду от акулы. Берем две коробочки. Ну, или как хотите, можете по-другому делать. Я делаю всегда так. Я уже по заезженному способу. Ставим сюда две коробочки. Залезаем на них. Бум. И сливаем воду от акулы. Забираем вентиль, он еще нам пригодится. Все. Воду от акулы мы слили. Теперь нам нужно еще в одном месте прокрутить вентиль. Вот сюда не обязательно даже вентиль вставлять. Это ничего не делает эта труба. Ни за что не отвечает. А вот тут обязательно. Без этого вода у вас не порьется. Ой, я перелетел. Сосед! Из-за того, что я перелетел, меня заметил сосед. Ладно, бежим мы с него, а не смотрим на него. Дом нам не надо, нам наверх. Блин, я еще и упал. Круто. Сосед, пройди мимо. Зайди домой. А, он ушел куда-то. Прокручиваем здесь вентиль и забираем. Оно тоже еще пригодится. Так. Нужно туда. Теперь нужно много чего сделать. Для начала мы зайдем сюда. Ну, точнее, это одно из тех действий, которые надо сделать. Прямо обязательно. Без этого вы второй акт не пройдете. Так, все. Мы попали вот сюда. Тут была вода у акулы. Вот, блин. Вот это самая акула из первой альфы. А тут лежит лопата. Все, лопата у нас есть. Идем раскапывать могилку. Да, тут действительно такое есть. Блин, куда ты бежишь? Все, мы идем сюда. Вот оно. Ну, для такой игры, как Hello Neighbor трупы, это слишком жестко, поэтому тут ключик. Ключик тоже пригодится, без него тоже никак. Блин, куда? Забираемся сюда. Блин. Теперь бежим сюда. вот в эту дверь. На всякий случай открываем вот эту дверь, чтобы тоже удобнее было. Так быстрее просто будет. Спускаемся вниз. Та самая комната, где мы брали красный ключ, теперь тут стоит кукольный домик. кукольный домик, блин. Нам тоже сейчас пригодится, мы его открываем. Все, он открыт. Если вы не откроете эти двери тут, то они не откроются и в реальной жизни. То есть в соседе. Все, эта комната нам больше не нужна. Выходим. Так, значит, вот, идем сюда. Нам нужно сделать так, чтобы вода была холодной, которую мы сейчас зальем. Вот, поэтому мы рычажок изменили на холодную и лезем наверх. Вот для чего нам нужен вентиль. Вылить сюда вот эту холодную воду. Правда, очень странно, что она сама выливается холодной. Это очень странно. Вот, смотрите, она уже выливается как лед. Она лед. Все, вентиль нам больше не нужен. Соседом в туалет сходил. нам надо сюда. И тут находится заветный красный ключик, который нам поможет выбраться отсюда. Я не понимаю, как он не провалился вниз. По сути, по факту это вот так, если поставить. Все, он должен провалиться вниз, но он стоит. почему он стоит, непонятно. Фигня какая-то, если честно. Так, сейчас мы выберемся отсюда и побежим домой. вот у нас первый этаж. Берем синенький ключик. Открываем дверь. Все, этот ключ нам тоже уже не нужен. Бежим. Закрываем дверь. Калитку точно не ту. А ее уже не закрепили. Все. мы убегаем домой. Кто-то замок набьет у соседа. Ну, все, значит, мы, как я и обещал, прошли первый и второй акт. Завтра вас ждет третий акт и финалка. Финалка, ну, как бы, вот, мы уже в третьем акте. В общем, увидимся с вами завтра, ребята. Всем пока.